Древние грехи Древние грехи назвали окружающий Землю мир космосом, что означало украшение, порядок. Им казалось, что небесные светила, выстраиваясь и взаимодействия друг с другом, создают космическую симфонию, звучащую как гармония небесных сфер. А земная музыка представлялась им отголоском этой необыкновенной симфонии космоса. Так, вероятно, и появилась эта редкостная профессия – теоретик музыки, по-русски музыковед. Собственно, можно считать, что первыми теоретиками и были знаменитые философы древности – Платон, Пифагор, Анаксагор. Когда Анаксагора спросили, ради чего лучше родиться на свет, философ ответил, чтобы созерцать небо и слушать музыку сфер. Уже давно мудрые греки разделили искусство на две половинки – праксис – сочинение и исполнение, и фиорию – созерцание и размышление об искусстве. Но созерцать и размышлять, а иначе говоря, проникать все глубже и глубже в тайны музыкального искусства – занятие отнюдь непростое. И совершенно ясно – стать настоящим теоретиком может лишь тот, у кого душа открыта музыке. И кто понимает – надо спешить, ведь жизнь коротка, мир велик, а музыка необъятна. Однажды педагоги-теоретики колледжа представили публике шутливую сценку операции на мозг, в процессе которой вживляли в него все премудрости музыкальной теории, все богатства музыкальной классики. В итоге на свет явился поразительный музыкальный интеллект, не только сам овладевший искусством фиории, но и способный приобщать к ней других. Подобные «операции», в кавычках, конечно, как вы догадались, начали проводить на Камчатском полуострове, вдалеке от Греции, тем более от древней, ровно полвека назад. Когда в 1960 году до Камчатки возникло музыкальное училище, теоретические дисциплины вела в нем первый директор Евгения Константиновна Загорская. Но все же свой отсчет теоретическое отделение ведет с того момента, когда в училище был осуществлен первый набор студентов-теоретиков с 1967 года. Мы можем с гордостью сказать, ни в одной стране мира обучение теории и истории музыки не поставлено столь глубоко и основательно, как в России. Наша Камчатка – не исключение. Загорская, Цибульник, Красинский, Калужский, Тверцена, Кириченко, Фертова, Колдаева, Угрюмов, Лопанцев – эти имена вошли в историю колледжа, ибо каждый из них был личностью, истинным специалистом. 20 лет теоретическим отделением руководила Наталья Викторовна Бугаева, своей мощной энергией и знаниями давшая новый импульс отделению. Более 10 лет она возглавляла музыкально-эстетический центр при Камчатском колледже искусств. Из маленьких крошек с упоением поющих песенки, танцующих и рисующих выросло немало профессиональных музыкантов. Среди них, к примеру, Елизавета Шишова, которая после окончания двух факультетов Дальневосточной академии искусств успешно работает в колледже и возглавляет центр одаренных детей Камчатки. Хорошо, а сейчас играем догонялки. Да, мы будем догонять меня. Я буду петь песенку, да, а вы будете догонять. Второй дня начали медленно, как Миша. Раз, два. Субтитры создавал DimaTorzok Не так давно покинула Камчатский полуостров Елена Григорьевна Быкова. На протяжении последних десяти лет она руководила теоретическим отделением, явилась одним из организаторов краевой олимпиады «Виват-музыковед», который превратился в настоящий праздник для подрастающих музыкантов. Путь к высотам феорической профессии непрост, несомненно, тернист. Тут мало иметь тончайший слух, мало научиться выстраивать музыкальные звуки, интервалы, аккорды согласно классическим канонам гармонии. Предстоит изучить во всех тонкостях полифонию, познать удивительную, многокрасочную культуру народов мира. Ну а история музыки – вот уж истинно захватывающий роман с множеством действующих лиц, авторов-композиторов, музыкантов-исполнителей. И вот уже первое публичное выступление, успехи и награды, призовые места на научных конференциях, на всероссийских теоретических конкурсах в лучших российских вузах и даже в самом главном теоретическом состязании страны – конкурсе имени Холопова в Московской государственной консерватории. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ НАС УНИКАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СЦЕНЕ КОЛЛЕДЖИ ЗВУЧАЛ ИРЕДКИЙ, ПО-НАСТОЯЩМУ ВОЛШЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АРФА СВОЙ ПУТЬ КВЕРШИНАМ ФЕОРИЧЕСКОЙ ПРОФЕСИИ НАТАЛИЯ РУСАНОВА Начала как воспитанница эстетического центра, музыкальной школы и теоретического отделения колледжа. И вот с защиты научной диссертации, высокое звание кандидата искусствоведения. В целом же уже пять выпускников-теоретиков колледжа стали кандидатами наук. Среди них сестры Ольга и Яна Иль. После аспирантуры Гнесинской музыкальной академии они продолжили научные исследования в Кёльнском университете. Сегодня сестры Иль в Центре научно-исследовательской и фестивальной жизни Германии. Яна приглашена на работу во Всемирно известный институт музыки и акустики. А Ольга завершает работу над книгой о творчестве выдающегося композитора современности Софии Губайдулиной. И нынешняя студентка четвертого курса Елизавета Килина обязательно когда-нибудь напишет книгу о своем брате, композиторе Андрее Килине, который закончил композиторский факультет и аспирантуру Московской консерватории, а ныне преподает в Казани, в консерватории. Далеко занесла судьба Константина Солохина в один из городских университетов в Нью-Йорке. Там же, в Нью-Йорке, Константин основал частную музыкальную школу. И, как многие отечественные музыканты, щедро делятся познаниями, которые я приобрел в России. А время летит. Кажется, это было вчера. На 35-летии теоретического отделения Анна Осипенко вместе со своими однокурсницами выступала в роли великих ученых-теоретиков. Ныне Аня, главный режиссер Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, ставит оперы, мюзиклы в России и за рубежом. А детским музыкальным театром в Воронеже руководит блестящая выпускница теоретического отделения Татьяна Ченцова. Иногда выпускников колледжа возносит очень и очень высоко. Костя Татауров в свое время удивил своих педагогов, выбрав профессию звукорежиссера. Теперь он сопровождает проведение важнейших мировых форумов с участием первых лиц государства. Побывал даже на Олимпийских играх, конечно же, в качестве звукорежиссера. Да и среди видных персон Камчатского полуострова сегодня можно заметить выпускников теоретического отделения. Елена Александровна Большакова, заместитель министра культуры Камчатского края. Галина Васильевна Монахова, председатель городской думы Петропавловска-Камчатского. Профессия педагога – одна из самых благородных на Земле. Колледж особенно гордится теми выпускниками, которые сегодня в детских музыкальных школах Камчатского края прививают детям азы музыкальной теории, учат слушать и слышать музыку, дарят первые впечатления о грандиозных операх и симфониях. Кто-то из великих сказал, с детьми должны работать профессора. Вот они, наши музыкальные профессора, уважаемые и известные, любимые многими учителя-теоретики Камчатских детских музыкальных школ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, любовь воспитанников нужно заслужить своими знаниями, открытостью, богатством души. И вот уже на наших глазах подрастает новое поколение теоретиков, для которых слово «феория» становится настоящей путеводной звездой. В 2017 году с отличием окончила Московскую консерваторию Ксения Дровалева. Свидетелем счастливого события, как мы видим, выступил сам Петр Ильич Чайковский. Участница Олимпиады, виват, музыковед Настя Ким, сегодня студентка второго курса Московской консерватории, наверняка станет ученым-музыковедом. Еще одни лауреаты Краевой Олимпиады, ныне студенты московских вузов Антон Бабырев и Виталия Кононова, избрались в стезю музыкальной журналистики. Не так давно мы читали публикации Веры Давтян в газете «Камчатский край», а сегодня она проходит стажировку на телеканале «Культура». Так что наши юные участники Олимпиад, виват, музыковед и студенты-теоретики, дерзайте, как говорил Модест Петрович Мусоргский, вперед к новым берегам! И в этом вам помогут молодые и уже опытные педагоги теоретического отделения Камчатского колледжа искусств, те, кто сегодня определяет настоящий профессиональный статус музыковедения на Камчатском полуострове. Вот уникальный специалист по русскому фольклору и искусству коренных народов Севера Ирина Валентиновна Бакетина, совершенно справедливо награжденная медалью «Патриот России». Она превосходный знаток сложнейшего искусства полифонии. Великий Иоганн Себастьян Бах, наверное, удивился, если бы услышал фуги студентов-теоретиков в испанском, армянском и даже в корякском стиле. После учебы в Саратовской консерватории вернулась в родной колледж Оксана Александровна Касаб. Ее багаж знаний по истории музыки смогли оценить многие поколения молодых исполнителей. Обаятельная ведущая классических концертов, участница уникальных творческих проектов, руководитель и редактор всех студенческих капустников – «Все это она, наша любимая Оксана Александровна Касаб». Студенты-теоретики в капустниках – не только незаменимые сценаристы, но и яркие актеры, пошучивающие иногда и над собственной профессией. Ведь артистизм у музыковедов – это профессиональное. Начальные уроки актерского мастерства молодой талантливый педагог Ольга Ивановна Колесова получила в стенах родного колледжа. Здесь же состоялись ее первые академические успехи. Ольга Колесова, тогда еще Серебрянская, впервые в истории теоретического отделения стал лауреатом второй премии в номинации «Музыкальная литература» на Холоповском конкурсе в Московской консерватории. И вот уже и ее собственные ученики завоевывают призовые места на конкурсах во Владивостоке, Уфе, Казани. Несколько лет назад на теоретическое отделение пришли работать Елена Николаевна Азарова и Мария Владимировна Болдырева – превосходные специалисты, сочетающие педагогическую деятельность с административно-организаторской работой. И вот уже почти 30 лет колледж искусств для Ольги Иннокентьевны Трофимовой «Родной дом». Более трети выпускников-теоретиков и несчетное число студентов-исполнителей прослушали ее авторский курс музыкальной литературы и истории мировой культуры. Такой кладезь знаний трудно растерять. А еще Ольга Трофимова на сцене Орлова – одна из лучших ведущих классических вечеров в России. Время бесконечно. Но мы, живущие на нашей маленькой, удивительной планете, выучились его считать. Считать для того, чтобы не затеряться в стремительном беге мгновений. Считать, чтобы день сегодняшний и века, которые неизбежно придут за ним, помогли каждому из нас осознать свое предназначение. Каждый человек, совсем юный и убеленный сединами, запомнил то счастливое время, когда в нем впервые стала раскрываться красота музыки. Наверное, в эти мгновения, слушая музыку земную, каждый начинает ощущать и гармонию далеких сфер, сквозь которые с немыслимой скоростью летит наша крохотная планета. Именно в этот мир приобщения к таинству феории, искусству размышления о музыке ведет своих учеников каждый педагог-теоретик. Ну, а самые главные слова, которые он, педагог, слышит от своих учеников и слушателей, в ответ тоже звучат возвышенно и необыкновенно волнующе. Именно вы открыли для меня этот полный чувств и красоты великий мир музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok